здравствуйте москве солнце скоро 8 марта такой пейзаж у нас хоть канал про деньги но пройти мимо такого случая достаточно сложно впрочем судите сами ко мне в гости приехал мой очень старый знакомый было время было желание поговорить и это было очень интересно и по делу и без дела и в том числе вспомнили дела давно минувших дней предания старины глубокой в 80-х годах он служил в группе советских войск германии во время грандиозных учений которые ежегодно проводили страны варшавского блока для того чтобы запугать своего западного противника это было огромное скопление войск реальные боеприпасы в общем это было внушительно так вот мой старый друг встречал министра обороны в качестве дежурного по аэродрому прилетел вертолет и выяснилось что прилетели все министры обороны стран варшавского договора лично им докладывал лично со всеми поздоровался за руку и пошли по своим делам а мой приятель по своим фокус в том что абсолютное большинство этих министров умерла в ближайшие полгода от воспаления легких это рассказал мне юра я проверил кое-что из этой информации она действительно подтвердилась но юра сказал еще одно из мелких неприятностей которые случились в ходе учений пострадали два человека начальник караула и боец из караула обоих оглушили и оставили лежать оглушенными на их постах была осень не замерзли ничего страшного не произошло но кто и как это сделал совершенно непонятно и еще одна тонкость еще два министра обороны он не назвал а я не переспросил очень долго болели именно воспалением легких и выкарабкались а четверо умерли сразу после маневров у советского министра обороны устинова появилась недомогание небольшая лихорадка потом изменение в легких 20 декабря 84 года устинов умер меньше через месяц в возрасте 65 лет умирает министр национальной обороны чехословакии мартин дзур 2 декабря умирает министр обороны гдр ему было 75 лет но он был очень здоровым человеком и до конца жизни страстным охотником 15 декабря умирает министр обороны в венгрии ему было всего 58 лет одного из тех кто по словам юры выкарабкался я нашел это был министр обороны болгарии в открытых источниках известно что он долго болел но выкарабкался почему собственно я об этом это был 1984 год 36 лет назад у нас сейчас идет ажиотаж по поводу совершенно непонятной болезни взявшийся с какими-то очень искусственными источниками распространения и мы толком не знаем как от нее лечиться единственно что известно точно нужно разжижать кровь у меня знакомая пролежала три недели в реанимации профессиональный врач она понятия не имеет чем ее лечили она профессиональный врач единственно что она понимает что и ставили 4 капельницы в день для разжижения крови а диагностировали именно воспаление легких ближе к нашей теме к денежной года три назад я был на донбассе с частной поездкой знакомый тоже с давних времен мне рассказывал такую картину выезжает на пригорочек самоходная пушка поднимает пушку стреляет явно прицельно разворачивается на 180 градусов стреляет еще раз и уезжает а теперь давайте считать денежки у нас канал про это для того чтобы этот человек выехал значит нужно их подкупить по крайней мере одного человека водителя он же наводчик этой самой самоходной пушки во во-вторых нужно подкупить старшину который даст ему неучтенные боеприпасы в третьих нужно подкупить того кто на воротах скорее всего дежурного по части потом еще должен быть человек который доставит деньги и человек который даст ему деньги и сам источник денег это называется террористическая война какая жена к черту террористическая если она финансируется из очень дальнего далека и с очень большими деньгами теперь возвращаемся к рассказу моего друга юры относительно скорее всего отравленных министров обороны ведь это ж надо иметь такой штамм воспаление легких который можно было распылить хорошо они прорвались за периметр оцепления сами без всякого подкупа нужно иметь было лабораторию которая создаст штамм который незаметно уберет верховных военачальников целых стран вы понимаете еще одну сторону нашей жизни которая проистекает по вот таким скрытым денежным каналам почему собственно надо изучать это дело именно по этой причине но вот такое у меня дополнение к нашей любимой теме деньги как они есть увидимся